Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. Большой снегопад принёс в город большие проблемы. Полсуток жители нескольких многоэтажных домов оставались без света. Из-за порыва на линии электропередач в микрорайоне строитель не было ещё и тепла. С подробностями Ольга Куричко. Вторые сутки в Тобольске снегопад выпало 50 сантиметров осадков. В некоторых местах снега по пояс. 60 единиц техники и 40 дорожных рабочих, меняя друг друга, расчищают магистрали города. Как подумали, что городу тяжело. Сегодня как-никак. Люди вон не могут к автобусу пробраться даже под татуаром. А вообще-то их и татуаров и нет. Новая для Тобольска тактика уборки улиц оправдала себя. Специалисты ДРСО-6 и ещё семь подрядных организаций работают в сцепке. Если раньше в первую очередь очищали главные магистрали, то теперь уборку проводят одновременно по всему городу. В том числе и в микроэонах. Коллапсов мы не допустили, слава богу. Остановки движения не было. Мы всю ночь дежурили на Сузгунском взводе, на Никольском. Всю ночь мы бились. Утром дополнительную технику вывели. Основная задача сейчас пробить проезды, тротуары. Метёт не переставая и очень сильно. В микроэонах частной застройки люди, надеясь только на себя, убирают снег уже повторно. Такого снегопада давно не помнят здешние места. Сегодня где снимаем, везде прочищаем себе дорогу. В микроэоне строителей буквально 200 семей вызволяли себя из-под снега. Ситуация осложнилась тем, что ветер повредил линии электропередач. Остались без электричества жители семи многоквартирных домов, а также постройки в Нижнем Посаде. Ветер, скорость его достигала 25-30 метров в секунду. Были привлечены 15 аварийных бригад, 45 сотрудников, 17 единиц техники, в том числе специализированный. Ситуация была сложная, но под контролем. В микроэоне строителей люди обогреваются газом. Из-за аварии они остались без света, да еще и без тепла. Энергетики мужественно работали всю ночь, но так и не смогли найти место порыва. Доставив мобильные трансформаторы, электроэнергию жителям дали. Электричества не было вчера с полвосьмого вечера. И где-то дали его только под утро уже постоянно. А так ночью мигало-мигало. Пережили. Слава богу, на улице тепло. Котел отключенный был. Энергетики осматривают линии электропередачи, выполняют оперативный ремонт и подготавливают оборудование. На своем посту они будут до тех пор, пока электричество не дойдет до каждого потребителя. Почти 30 дорожников продолжат бороться со снегом ночью. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Тобольске по-прежнему остается стабильной. Этого заболевания среди табаляков не обнаружено. Контроль за соблюдением самоизоляции лиц, вернувшихся из-за границы, ведется Роспотребнадзором и сотрудниками МВД. На сегодняшний день на контроле 48 граждан, которые находятся на самоизоляции в течение 14 дней. Совместно с полицией проводятся профилактические беседы на улицах города. В ходе рейдов уже выявили нарушители обязательного режима самоизоляции. Нам поступило два материала на двух нарушителей из полиции. В ближайшие дни, я думаю, завтра, материалы будут отправлены и направлены в суд для принятия решения к этим нарушителям. Добавлю, что с 8 апреля в Тюменской области появилось 7 лабораторий, где работают с тест-системами на коронавирус. В Тобольске лаборатория находится в областной больнице номер 3. До 3 апреля подтверждение результатов приходилось ждать из Новосибирского научного центра вирусологии «Вектор». 2586 бесплатных продуктовых наборов выдали в школах Тобольска. Пакеты с продуктами на 10 дней подготовили ученикам из малообеспеченных семей, а также школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Все продукты разрешены для детского питания и согласованы с Роспотребнадзором. В нашей школе достаточно много. Это 278 человек, из них 66 человек – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Такой продуктовый набор стоит 1896 рублей. Продуктовый набор для детей из малообеспеченных семей и тяжелая жизненная ситуация стоит 800 рублей. Классные руководители заранее обзвонили родителей и распределили очередность по времени, чтобы обеспечить социальную дистанцию в дни раздачи наборов. Ребенку 13 лет, мы учимся в 7 классе, я мать-одиночка. Так что такой пакетик нам, конечно, нужен. Спасибо. В связи с режимом самоизоляции губернатором Тюменской области введены некоторые меры поддержки для тех граждан, у которых срок действия социальных пособий и льгот закончился с 1 марта. Правительством Тюменской области принято решение о продлении в беззаявительном порядке выплаты региональных мер социальной поддержки до 1 октября текущего года. Прежде всего, это касается семей с детьми, а также возмещения расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Это и пособия на ребенка, и ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, и льготное лекарственное обеспечение, и льготный проезд. Характер беззаявительный данное продление носит. То есть необходимости на сегодняшний день собирать дополнительные подтверждающие какие-то документы или справки, оставлять заявление – нет. По другим вопросам учреждения социальной защиты населения принимают заявления и дают консультации только по телефону, дистанционно. Подробнее обо всем смотрите в программе «Актуальное интервью». Онлайн-доставка набирает популярность в городе. Этот вид услуг теперь доступен и для лиц без постоянного места жительства. О них заботятся волонтеры организации «Помощь бездомным». Несмотря на все катаклизмы, продукты питания и горячие обеды, люди с большим сердцем продолжают поставлять на привычные точки раздачи. Несмотря на природные эпидемиологические катаклизмы, доставка продуктов тем, кому некуда самоизолироваться, не прекратилась. Каждый вторник и четверг волонтеры организации «Помощь бездомным» выполняют свою миссию, прекрасно понимая, что самой большой наградой будут лишь благодарные глаза тех, кому каждый день приходится выживать в суровой действительности. Я просто подрабатываю в «Магните», работаю, хоть какие-то копейки зарабатываю себе, хоть немного, 3-400 выходит у меня в месяц. Вот так вот работаю. И вот такая помощь, как вам она все-таки? Поддержка? Да, поддержка есть. Хорошая поддержка. Очень-очень-очень благодарен. Если бы не она, я бы не знаю. Морг, наверное, идти бы надо было. Сейчас на точку выдачи горячего питания приходят 40 из 60 человек, о которых известно волонтерам. Остальные не могут добраться из-за отдаленных уголков города, из-за сокращения автобусных рейсов. Но все-таки те, кто к нам приходят, мы к ним приезжаем, потому что знаем, что они будут нас здесь ждать. Мы должны привезти им продукты питания, лекарства. Они тоже хотят кушать, им тоже болеют, им нужна какая-то минимальная хотя бы помощь. Сделать запасы на месяц для бездомных организации помогли неравнодушные табылики, откликнувшись на сбор продуктов у магазина «Семейный магнит». Но если самоизоляция продлится дольше, тем, кто проводит ее в подвалах и теплотрассах, придется туго. Впрочем, помощь им нужна всегда. Так что после снятия режима самоизоляции неиспользованные запасы гречки и консервов можно привезти в комплексный центр помощи нуждающимся «Луч надежды» по понедельникам, средам и пятницам. Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тобольское время. Стала известна причина, по которой мужчина из Маслова стрелял в своих родственников. Злоумышленник требовал вернуть квартиру, которую сам же подарил внуку. Но родственники не стали возвращать подарок деда и перестали отвечать на звонки. Тогда мужчина и приехал к ним, перевернул трактором машину и сделал шесть выстрелов, выбежавшую из дома дочь, и не менее трех раз стрелял в зятя. Подросток не пострадал. В результате противоправных действий обвиняемого женщины причинены ранения груди и головы. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Потерпевшим подростку и его отцу оказана медицинская помощь. Их жизни в настоящий момент ничего не угрожает. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Самоизоляция. Самое время получить новые знания. Специально для сельских предпринимателей инвестиционное агентство Тюменской области запустило серию веб-семинаров «Шаг за шагом». Здесь у нас участвуют и эксперты от деловых объединений, деловая Россия, опора России, торгово-промышленная палата. Приглашаем именно предпринимателей делиться своим опытом, отвечать на вопросы и рассказывать какие-то практичные, конкретные вопросы, которые возникают у бизнеса. То есть у нас предприниматели делятся опытом и учат предпринимателей. Обучение, напомним, будет идти по нескольким направлениям, в том числе, как работать в кризисных условиях. Семинары проводятся с привлечением авторитетных экспертов от бизнес-сообщества. Также совместно с опорой России запускается проект для сельских предпринимателей «Открой свое дело». В нем будут рассказывать о мерах господдержки, вопросах кооперации бизнеса, работы с крупными предприятиями и других насущных для предпринимателей проблемах. В полной самоизоляции можно добраться и до давно забытых планов. Книга и книги хороши как для легкого времяпрепровождения, так и для изучения новых направлений и интеллектуального обогащения. «Умные советы» даст Анастасия Плюснина. Всем привет, это «Добольское время», мы дома вместе с вами. Хочу поделиться, чем я заняла себя на самоизоляции. Это книга, до которой давным-давно не доходили руки «Богатый папа, бедный папа». В общем-то, основы финансовой грамотности очень простым языком, понятным буквально каждому. В целом, сегодня для домоседов открыты двери многих онлайн-библиотек, так что в нашем доступе столько книг, сколько прочитать у нас даже не получится за весь домашний период. Например, сайт «Майбук» дарит стандартную подписку, а это более 200 тысяч книг. Портал «Альпина» дарит доступ к 70 бесплатным электронным книгам. В специальной подборке темы от прокачки памяти до религиоведения. «Сторител» предоставил доступ ко всей библиотеке сервиса аудиокниг по подписке. Это и саморазвитие, образование, романы, медитации, большая коллекция детских аудиокниг. Библиотека «Литмир» разблокировала доступ. Огромный выбор жанров, множество бестселлеров в русском переводе. Так что читайте сколько вам угодно. А я хочу сказать, что у меня в планах следующая книга, которая меня заинтересовала. «Скажи жизни да. Психолог в концлагере». Это книга философа и психолога, который прошел нацистские лагеря смерти. Он рассказывает о постижении смысла жизни и о настоящей свободе. Кроме того, что сегодня можно познакомиться с новыми авторами, можно также освоить новые направления и профессии. Это и видео лекции, и вебинары, и практические задания, курсы, где можно даже получить сертификат совершенно бесплатно. Например, платформа «Нитология» предлагает бесплатные курсы по таким актуальным сегодня профессиям, как интернет-маркетолог, дизайнер, веб-разработчик, аналитик данных. Лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга предоставили бесплатно 630 курсов по медицине, технике, математике, истории и очень многому всего интересного. Для тех, кто давно мечтал освоить иностранный язык, тоже есть выбор. Много сайтов открыли доступ к видео лекциям и курсам. Так что выбор на самом деле на любой вкус. В общем, расширяйте свои горизонты, оставаясь дома, и будьте здоровы! Снег на Благовещении по народным наблюдениям не предвещает хорошей погоды на целый месяц. Уже два дня она не только не задалась, объявила штормовое предупреждение и призвала к готовности все специальные службы. Синоптики прогнозов не строят. С прохождением фронтов Атлантического циклона общее количество осадков выпало за период 6 по 8 апреля 34,5 мм. То есть полтора раза больше месячной нормы апреля. Максимальная скорость ветра наблюдалась 8 апреля и составила 19 метров в секунду. По словам синоптиков, для весеннего месяца это аномально. Но все же они утверждают, что у природы плохой погоды нет. И даже она советует жителям воздержаться от прогулок в период самоизоляции. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь дома. В Тобольске теплее. Днем 9 апреля синоптики обещают плюс 1,3. Ночью до минус 4 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Переменная облачность и в основном без осадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова